К уголовной ответственности за коррупцию привлечено 35 лиц, из которых почти каждый второй служащий Акимата. Об этом сотрудники Национального бюро по противодействию коррупции сообщили на расширенном заседании в Петропавловске. В этом году законодательство в сфере государственной службы претерпело изменения. По этим изменениям процедура поступления на государственную службу станет безбумажной, а в ходе тестирования будут выявлять уровень достоверности предоставляемой информации. В Казахстане участились факты драк среди молодежи, в том числе массовых. Накануне в октябре в ходе возникшей ссоры между подростками пострадал учащийся гуманитарного колледжа. В Караганде открылась выставка «Путь сенсея», посвященная Валерию Калинину. Он внес значительный вклад в развитие спорта в Карагандинской области. К уголовной ответственности за коррупцию привлечено 35 лиц, из которых почти каждый второй – служащий Акимата. Об этом сотрудники Национального бюро по противодействию коррупции сообщили на расширенном заседании в Петропавловске. Расширенное заседание Национального бюро по противодействию коррупции прошло в областном Акимате. Следственным комитетом ведомства зафиксировано 75 коррупционных преступлений. Выявлены сферы, где больше всего получают взятки. Самая коррумпированная – градостроительная. За два года привлекли сразу двух руководителей, бравших МЗДУ. В числе лидеров – жилищно-коммунальное хозяйство и здравоохранение, отметил Асхаджу Магали. Руководитель отдела архитектуры и градостроительства Акимата города Петропавловска Синтая в марте прошлого года требовал взятки в сумме 60 тысяч тенге за положительное решение о вводе в эксплуатацию жилого дома в нарушении градостроительных требований. Бывший руководитель Управления госархитектурного строительства, строительного контроля и лицензирования Акимата СКО задержался с сентября 2017 года за получение взятки в сумме 2000 долларов США. За выдачу лицензии на осуществление СМР осужден. Не прошло и года, как его последователь Аблаев также попался на взятки. И он также осужден к лишению свободы. Теперь в ведомстве, где ранее должность начальника занимала Аблаев, в зале аттестации экспертов установили веб-камеру, которая будет фиксировать нарушения в процессе тестирования. Кроме того, в суды направлены иски об отмене выданных незаконным путем лицензий. Мера наказания «Строгий выговор» возмутила Схата Жумагали. По словам руководителя Национального бюро, лица должны были понести куда более серьезное наказание. Человек будет помогать для своих личных целей, каких-то предметов проверяемой политики. А с того человека, руководителя, он по сути пособия, как правило, допустил незаконный тестирование, поставлял нам ДЦП подпись. Теперь за проступки госслужащих, в данном случае коррупционные, отвечать будут их непосредственные начальники. Наказывать обещают строго. Также каждый месяц в ведомствах будет проводиться работа по предотвращению коррупционных рисков. Глава региона распорядился провести расследование в отношении сотрудников ГАСКО. «Курюшему заместителю Акимовы области Федяяму Антону Владимировичу и руководителю аппарата Акимовы области Сарсимову Ханат Маратовичу провести служебное расследование в отношении названных сотрудников управления ГАСКО с привлечением экспорта в департамент Национального бюро и агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции. В случае подтверждения изложенных фактов принять необходимые меры вплоть до увольнения. Это поручение Акимовы области. Коллегия прошла под руководством начальника департамента Национального бюро Асхата Жумагали с участием руководителей территориальных подразделений, районных и сельских Акимов, руководителей ведомств региона. В этом году законодательство в сфере государственной службы претерпело изменения. По этим изменениям процедура поступления на государственную службу станет безбумажной, а в ходе тестирования будут выявлять уровень достоверности предоставляемой информации. Штатная численность государственных служащих в Казахстане 98 499 единицы. Фактически на центральном уровне работают почти 49 тысяч человек. В местных государственных органах чуть более 43 тысяч человек. В этом году законодательство в сфере государственной службы претерпело изменения. Тест на определение личностных компетенций теперь имеет обязательный порог прохождения. В данном случае при прохождении тестирования кандидаты должны отвечать на поставленные вопросы искренне. Если кандидат хочет приукрасить свою личность и отвечать будет нечестно, то достоверность ответов по определенному виду компетенций, естественно, будет низкая. Если порог прохождения данного тестирования по достоверности не будет превышать 50%, то данное тестирование будет считаться непройденным. Пересдать тестирование, к слову, теперь можно через месяц. Между тем сократился и документооборот. Результаты тестирования поступают в специальную информационную систему. В итоге с заключением о прохождении тестирования специалисты кадровых служб познакомливаются самостоятельно. Для тех же, кто переходит с должности на должность, также необходимо предоставлять послужной список в электронном виде. Сотрудники кадровых служб в рамках системы их измет государственных органов будут проверять наличие сертификатов и достоверность данного сертификата в рамках данной базы. То есть это упрощает для кандидата перечень документов, которому ему необходимо подавать в процессе участия в конкурсном отборе. В общем же, для поступления на государственную службу необходимо пройти конкурсный отбор. Это тестирование на определение личностных компетенций, тест на знание законодательства и собеседование в госоргане, куда претендент желает устроиться на работу. Программ тестирования для кандидатов всего три. Какую необходимо проходить, зависит от категории и должности. В каждом случае количество вопросов и отведенное для ответа время разные. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, медики говорят, что парень получил ранение в живот, руку и ногу. Педагоги колледжа охарактеризуют пострадавшего с положительной стороны. Он приехал учиться на математикой из Байганинского района. В Ак-Тубе жил у родственников на проспекте Букимбай-Батыра. Да, парень учится у нас на третьем курсе. Вы же знаете, в нашем колледже учится мало парней, поэтому мы всех ребят знаем в лицо и практически все о них. Наш парень хороший, учится на четверке и пятерке. Мы никогда не видели, чтобы он курил или употреблял алкоголь. Для нас произошедший неприятный факт, но он не конфликтный. Не знаем даже, что произошло. Мы переживаем за него и желаем выздоровления. Сегодня мы навестили его в больницу, он в сознании. После произошедшего в город выехали родители пострадавшего молодого человека. Врачи сейчас оценивают его состояние как стабильное. Но вот о нападавшем 17-летнем парне, у которого оказался нож, в полиции ничего не говорят. Известно ли, что и он учащийся колледжа. Но из какого он учебного заведения отчего-то тайна. В управлении образования и в полиции все данные о хулигане держат в секрете. Однако известно, в эти дни во всех учебных заведениях усилены меры предосторожности. Педагоги проверяют всех своих учеников, их посещаемость в студенческих общежитиях все тоже на чеку. Напомним, только в этом месяце в нашем регионе произошло несколько фактов поножовщины среди молодежи. В одном случае погиб ученик Шалкарской средней школы. Пока непонятно, каким закручиванием гаек для молодежи отзовется происшествие на этот раз. А какие меры нужно предпринимать хотя бы? Вот вы как взрослый человек, что вы думаете по этому поводу? Ну, усиление, наверное, должно быть. В каком плане усиление? С какой стороны? Чтобы молодежь не ходила по улице, какие-то мероприятия должны быть. Думаю так. Не знаю. А то, что они с ножами в карманах ходят, по-вашему, это как? Нет, это очень даже плохо. Очень плохо. Раньше просто дрались и так, на кулуках. А сейчас вот только, если что-то режутся, стреляются, это даже очень плохо. Может быть, им заняться нечем, я так думаю. Ну, а что еще? Вот эти вот смотрят, вот телефон и все, вот всякие, да, вот эти вот. Может быть, из-за этого, не знаю, не могу даже объяснить. Ну, а что делать? Как помочь молодежи, чтобы они стали все-таки дружнее, добрее друг к другу? Ну, школа, ну, школа тоже старается. Ну, даже не знаю. Ну, родители, школа, все вместе только так, может быть. Наверное, воспитание надо от родителей, в первую очередь. Потом проводить мероприятия. Также смотреть, ну, правоохранительные органы должны работать. Смотреть за порядками. Больше наблюдения. Так сказать, самооборона, и иногда это самооборона, и нужно действовать. Вы думаете, поэтому они используют ножи? Ну, все возможно. Некоторые могут кулаками отмахаться, а так нет. Но это вообще плохо, как вы думаете? Это очень плохо, то, что из-за каких-то людей гибнут школьники, и несколько уже в могилах лежат, и это абсолютно ненормально. Что нужно делать? Как мы, взрослые, можем вам помочь? Ну, как-то психически помогать, или морально, или как-то проверять своих детей, или что делать, но прям... Но сильный контроль вам же тоже не нравится. Да, но не сильный контроль использовать, это точно. Потому что от этого будет еще хуже. Если в семье, скажем так, напряженная обстановка, то и ребята, в основном, получается, ходят, не доверяют, начинаются какие-то потасовки и так далее. А как мы можем, взрослые, помочь молодым людям, чтобы они стали терпимее, добрее друг к другу? Как вы думаете? Ну, вообще, да, все начинается от семьи, первоначально. Если там будет более такая мягкая обстановка, то, возможно, и доверять будут больше как-то мягче. Но из семьи ребенок попадает в социум, в общество. Общество тоже влияет. Вы так не думаете? Согласна, есть всякие. Есть многое. Внутреннее воспитание среди учителей, они должны как-то это... Ну, как у нас советское время. Понимаете, мы уже понимали, что висеть там, там, даже уступать место, это в автобусе учили нас. А здесь, в общем, это внутреннее, школьное воспитание должно быть. Ну, тем не менее, мы взрослые, как мы можем помочь молодежи, как вы думаете? Что мы можем им предложить, чтобы они стали терпимее? Обращать детей, родителям, обращать на детей больше внимания. А то вот эта работа, 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 она забирает большую часть времени, и на детей не остается внимания. В Караганде открылась выставка «Путь Сенсея», посвященная Валерию Калинину. Он внес значительный вклад в развитие спорта в Карагандинской области. Валерий Калинин внес значительный вклад в развитие спорта в Карагандинской области. Выставка «Путь Сенсея» показывает все важные моменты жизнедеятельности Валерия Калинина. Зрителям были представлены фотографии, спортивные кубки и награды спортсмена. В 25 лет Валерий Калинин стал обладателем черного пояса, первого дана, что дало ему право самостоятельно заниматься тренерской работой, воспитанием своих учеников. Валерий Калинин занимался не только физическим развитием детей, но и их духовным воспитанием. Главная цель мероприятия – познакомить подрастающее поколение именно с той изгибаемой волей и с твердым характером, которым обладал Валерий Васильевич. И он не только состоялся именно в спорте, в карате, в самбо и в других боевых искусствах, но и он именно тот человек, который оставил за собой именно тех учеников, таких вот как Аушев, Салмина и многие другие. И сегодня мы открываем выставку «Путь Санцея», потому что это действительно большой путь, который он прошел. Выставка организована с целью приобщения молодого поколения к здоровому образу жизни. В ее организации приложила немалые усилия дочь Валерия Калинина – Светлана. Она является достойной продолжательницей дела своего отца. На сегодняшний день Светлана тренирует детей по карате в областной спортивной школе единоборств. К слову, выставка не ограничилась представленными личными вещами спортсмена и продолжилась вечером памяти. Про Валерия Васильевича Калинина можно говорить, конечно, много. Он из той плеяды карагандийских каратистов, которые начали заниматься еще в 80-х годах. Ходил в знаменитую школу Георгия Лутошкина. Не бросил этот вид спорта, хотя он занимался, конечно, и другими направлениями, помимо карате. Но в душе у него оставалось именно карате. До последнего дня в душе карате. Стоит отметить, что Валерий Калинин был не только успешным тренером, но и справедливым судьей. В этом качестве он принимал участие в международных турнирах по карате-до. Жизнь сенсея трагически оборвалась 7 июля 2015 года в городском парке, где он проводил свою последнюю тренировку. Продолжение следует...